Среди юношей 9 весовых категорий. Победитель в своем весе будет получать стипендию 2000 рублей ежемесячно сроком на один год, то есть ровно до следующего турнира. Интересна тебе национальная борьба? Ну нет, конечно. Интереснее больше вольная. В национальной борьбе нельзя касаться мата, а вольной борьбе можно. А зачем участвуешь? Жир с ней неинтересно. Охота медали получает. Кроме личного первенства было и командное. Среди датсанов третье место у Кижингинского, второе у Санагинского и первое у датсана Балдын Брейбун. В общем, я уже год, наверное, не боролся по национальной борьбе. Вот сейчас решил богине белой тары выступить. Всегда хотел выиграть этот турнир. Но вот постоянно каждый год и круглые годы постоянно национальные турниры проходят. Это очень хорошо для развития нашей культуры. Для тех, кто не знает, в 1764 году Екатерина II утвердила новый государственный пост, пост пандида Хамбаламы, главы традиционного буддизма России, заложив этим самым основой иерархической системы российского буддийского духовенства. В скором времени императрица Елизавета Петровна Екатерина Великая были признаны бурятским буддийским духовенством, защитниками буддизма, заложив традицию особого почитания глав российского государства. Мы выражаем свое отношение к президенту через нашу национальную борьбу. Это же там глубоко символика сидит. Понимаете? Думаю, что любой здравый человек в администрации президента, он понимает, что это пойдет только на здоровье Владимира Путина. Турнир, который объединяет большое количество участников, к которым люди готовятся, занимаются, в любом случае воспитывают и дух, и здоровье, и сам турнир Белой Тары, это патриотический турнир. Также на турнире Белой Тары были награждены чемпионы Этигиловских игр. Дмитрий Гомбоев, Новости дня.